На дорогах Челябинска появились шесть новых автобусов марки МАЗ. Большие просторные машины вышли на маршрут номер 64. Он связывает северо-запад и центр города. Рейсы очень популярны и на нехватку транспорта на нем жаловались жители. Сколько сейчас интервал между автобусами и чем оснащена новая техника? ТС-драйв провела Маргарита Хижняк. Маршрут номер 64 стартует с улицы Салават-Юлаева и следует до железнодорожного вокзала. Проходит улицу Братьев Кошириных, Труда и проспект Ленина. Вот здесь, на остановке площадь революции, мы его и перехватим. И проверим, насколько же он удобен. Новый автобус марки МАЗ низкопольный. В него комфортно и быстро могут заходить даже пенсионеры, мама с колясками и люди с ограниченными возможностями. Для этого машина оснащена пандусом. Всего транспорт может вместить 72 человека. Здравствуйте, хочу оплатить один билет. Можно картой? Давайте. Все, готово? Спасибо большое. Но так называемый безнал не единственная технологическая новинка. Автобус буквально напичкан электроникой. В салоне несколько камер. За происходящим наблюдает водитель из кабины. А записи при необходимости можно будет пересмотреть. Например, если забыли в автобусе сумочку. Несмотря на то, что сейчас на улице минус 9 градусов, в автобусе довольно тепло и комфортно находиться. Температура воздуха внутри автобуса как летом плюс 20 градусов благодаря радиаторам, установленным по периметру. Кроме того, новый общественный транспорт гораздо экологичнее предшественников. Все автобусы работают на газомоторном топливе. Новый селёный автобус гораздо шире и просторнее предыдущего. Здесь стало больше посадочных мест. Он оснащен вот такими яркими дизайнерскими поручнями и не менее красивыми и удобными креслами. А для большего комфорта предусмотрены подлокотники. А для людей мобильных и занятых есть вот такой сюрприз. Два USB порта, где можно зарядить мобильный телефон, планшет или любое другое устройство. Шесть современных автобусов МАЗ вывели в рейс вместо нелегального транспорта. Незаконные перевозки на 64 маршруте прикрыли и люди стали жаловаться, что машин не хватает. А то по осени-то стояли долго же мы на остановках. Да эти вот убрали у нас эти будки, присесть даже негде старикам. Сейчас вообще хорошо. Даже вот пять минут не стояло на остановке и уже подошло. В сентябре управление транспорта уже запустило 33 новых зелёных Лиаза. Они полюбились челябинцам. Пассажиропоток вырос на треть. В день автобусы, работающие только на 64 маршруте, перевозят почти 12,5 тысяч человек. Уменьшился и интервал между рейсами. Итак, мы только вышли из автобуса и сейчас попробуем засечь время, через какой интервал подойдёт следующий 64 автобус. Начинаем. Но ожидание длилось недолго. Вот едет наш родимый 64 автобус. Ну что, прошло ровно 4 минуты, 50 секунд, 5 минут ровно. Ожидание. Ну что, бежим? Садимся? Скорее? Это как раз тот самый новенький Лиаз. Он чуть уже МАЗа, но тоже вместительный и функциональный. Автобус полный. Автобусы марки Лиаз тоже оснащены камерами. Есть кнопка связи с водителем и зона для людей с инвалидностью. В городе продолжают закрывать нелегальные перевозки. Сейчас идёт борьба с маршрутками номер 79, 84 и 52. Вместо них на дороге до конца недели выйдут ещё 10 новых МАЗов. Всего до 1 декабря на улице города появится 33 широких пассажирских автобуса. Маргарита Хижняк, Борис Абрамов, ОТВ.